здравствуйте уважаемые рукодельницы и гости моего канала в первой части видео урока по вязанию сумочки мы вязали вот такое вот плотное донышко еще раз напомню размер у меня получился 29 на 9 сантиметров в этом видео уроке мы свяжем нашу сумочку и так закончили мы на том что мы связали наше донышко провязали 11 рядов смотрите вот остановились здесь делаем воздушную петлю и разворачиваем наше вязание так как вот это вот будет у нас внутренняя часть вот эта внешняя часть на внешней части можно просто посчитать перемычки чтобы у вас было такое же количество раз два три четыре пять шесть шесть перемычек получается и теперь вяжем наш основной узор смотрите берем нашу петельку за заднюю полупетлю провязываем под одну полупетлю 2 столбика без накида следующую полупетлю мы пропускаем и так чередуем по два столбика без накида под одну петлю следующую пропускаем вяжем по этой стороне и итак смотрите по этой стороне у меня получилось 14 пар по два столбика без накида или этого 28 столбиков без накида переходим на нашу боковую часть и здесь так первую петельку мы пропускаем вот здесь у нас должно получиться три пары то есть таким вот образом чередуя одну пропускаем следующую мы провязываем два столбика без накида то есть на банка на боковинках у нас должно быть три пары либо же 6 столбиков без накида так теперь переходим на противоположную сторону смотрите вот эта петелька у нас пропускается да и самого начала начинаем снова провязывать по два столбика без накида и пропуская петельку то есть здесь с противоположной стороны у нас тоже должно получиться 14 пар по два столбика без накида или 28 столбиков без накида провязываем дошли к нашей второй боковинки здесь тоже мы провяжем три пары по два столбика без накида смотрите провязываем под вот эти петельки пропуская следующий то есть опять же мы чередуем под одну провязали следующую пропустили 2 пара так эту пропускаем ну вот третья пара так и закрываем наш первый ряд так смотрите как будем переходить на новый ряд вот у нас наши два столбика первые между ними вот наша петелька наша косичка вытягиваем вот эту петлю заходим крючком с противоположной стороны вот так вот вытянули нашу петельку немножко все подтянули чтобы петля была не очень длинной и из двух петелек наших да вот одна вот вторая во вторую полностью ее прокалывая как бы в раскол да вот с обратной стороны то есть перемычкой две ножки и вот наш крючок мы протягиваем наш шнур ловим вторую петельку и провязываем вот таким вот образом первый столбик без накида и сюда же в раскол мы провязываем второй столбик вот таким образом мы будем переходить на новый ряд и вязать узор вот у нас из двух наших столбиков предыдущего ряда мы в раскол во второй провязываем два столбика без накида вот так и вяжется наш узор все во второй столбик провязывается вяжем этим узором 4 рядочка у меня одним цветом связано донышко для сумки плюс четыре рядочка этим цветом явным вяжу как образец потому что на самом деле у меня и донышко и четыре ряда стенок связаны черным цветом но понятно на камере черный цвет очень плохо передается то есть я специально вам связала образец вот этим вот цветом дальше вязать не буду то есть я показала как переходить на новый ряд и вы самостоятельно вяжите 4 рядочка вот этим цветом и покажу как будем менять шнур на другой цвет и так провязав донышко и 4 ряда вот этим же цветом которым провязано донышко мы переходим к новому цвету смотрите я уже у себя хвостик обрезала еще раз показываю как мы закрываем ведь и на черном очень плохо видно поэтому я вам и показывала донышко и стенки другим цветом так на сумочка у меня будет вот такая именно черной основой вот между двух наших петелек берем крючок протягиваем нашу петлю подтянули сюда берем шнур другого цвета который у нас будет идти вторым и протягиваем в клуб крючок в раскол вот в эту вторую петельку именно в раскол вытягиваем шнур наш новый шнур и вот эту петельку тоже на крючок так хвостик и мы потом в процессе спрячем либо можно сразу их вязать все и делаем нашу первую петлю сюда же мы провязываем и вторую петельку то есть как вяжется узор я уже говорила мы именно вот из двух наших петель в раскол раскол именно во вторую провязываем по два столбика без накида эти на черном плохо видно ну как вязать узор я вам уже рассказала мы сейчас поменяли цвет и вот этим цветом мы опять же свяжем 4 рядочка провязываем и вы уже теперь знаете как переходить на новый ряд как менять цвет то есть самостоятельно вяжите по 4 ряда разными цветами у меня это будет 4 разных цвета еще раз я покажу как я перехожу на новый ряд петельку вытянули и протягиваем ее вот так крючок вводим с изнаночной стороны вот здесь между двух наших столбиков протягиваем подтянули все и во вторую нашу во второй наш столбик без накида в раскол вытянули петлю подхватили нашу вот эту петельку так провязали первый столбик без накида и сюда же мы провязываем второй опять же в раскол все во вторую петельку предыдущего ряда именно вот этой парочки там где мы вместе провязывали два по два столбика без накида хвостик выпрыгнул все провязываем 4 ряда вот этим цветом следующий цвет у меня будет вот такой вот карамель шнур это карамель цвет корида и уже на завершающем этапе будет вот этот вот синенький провязываем пока все четыре разных цвета по 4 рядочка и так провязав каждым цветом по четыре ряда смотрите изначально у меня это был черный цвет вместе с донышком потом вот этот зелененький бордовый голубой и еще четыре ряда провязываем тем цветом которым вы собираетесь вязать ручки для этой сумочки у меня это будет вот этот вот салатовый цвет который был вторым вы же сами сами выбираете какой цвет как какого шнурочка у вас например больше осталось и как вы видите эту сумочку то есть у меня вот из этого цвета будут ручки вот я этим цветом провязала тоже 4 рядочка то есть смотрите в длину вот в таком виде до ручек сумочка у меня получается 19 сантиметров в ширину 28 и сейчас мы маркерами разметим где у нас будут находиться наши ручки то есть сумочку наполовинку складываете по серединке мы отмечаем так вот здесь у меня начало вязания ниточку я не обрывала если вы закончили вот этот цвет вязать где-то по серединке то есть там где в том месте где должны быть ручки да вот здесь вот посередине где мы вязать не будем то вы конечно же ниточку оборвите и вот где-то сбоку начните новый пятый ряд у меня ряд закончился вот здесь поэтому я ничего не обрывала по серединке отмечаете 7 пар наших столбиков смотрите раз два три 4 5 6 7 то же самое с противоположной стороны и по бокам до следующих ручек у меня это получается раз два три 4 5 6 7 8 9 10 10 пар наших столбиков без накида с обратной стороны мы тоже отметили то есть наши ручки должны находиться на одном уровне проверьте чтобы ваши маркеры были как раз противоположны друг другу сбоку еще раз напоминаю 10 пар столбиков с обратной стороны опять же для ручек это у нас мы выбираем раз два три 4 5 6 7 пар и отмечаем именно вторую петельку в паре как здесь так и здесь и вот здесь то же самое у нас 10 пар столбиков без накида и так начинаем пятый ряд и будем уже формировать наши ручки и так вяжем пятый ряд вяжем тем же узором до маркеров дошли до первого маркера вот наши два маркера до для формирования ручек снимаем маркер и во вторую петельку мы провязываем не две не два столбика без накида а только один именно в начале формирования ручки да и набираем 14 воздушных петель 14 воздушных петель снимаем второй маркер и сюда во вторую петельку мы провязываем два столбика без накида и далее вяжем как обычно наш узор во вторую петельку по два столбика без накида в раскол проделываем то же самое с обратной стороны сначала мы провязываем там где маркеры в начале формирования ручка ручки 1 столбик без накида 14 воздушных петелек и далее 10 пар вот этого нашего узора так провязав пятый ряд еще раз покажу как мы переходим на новый ряд вытягиваем эту петельку продеваем крючок шнур подтянули 2 петельки на крючке и провязали смотрите это все мы делаем во вторую петлю и сюда же второй столбик без накида все мы перешли на шестой ряд и еще раз вяжем далее вяжем по узору покажу как дальше будет формировать ручку смотрите вот это вот столбик без накида который был у нас одиночный мы его пропускаем и на самой ручке за одну полу петлю мы провязываем 14 столбиков без накида то есть у нас 14 воздушных петель было мы провязываем 14 столбиков без накида так довязали на ручке провязали 14 столбиков без накида смотрите как спускаемся как обычно во вторую петельку мы провязываем 2 столбика без накида и далее все по узору то есть противоположной стороны делаем точно так же вот эту петельку которая у нас была одиночная мы пропускаем провязав 14 столбиков без накида спускаемся и сразу во вторую петлю провязываем 2 столбика все далее по узору довязываем до конца шестой ряд так переходим на седьмой ряд так переход я уже сделала провязываем еще вот эту пару во вторую петельку 2 столбика и теперь формируем наши ручки окончательно провязывая вот такие вот длинные столбики без накида смотрите красиво укладывайте шнурочек вот смотрите чтобы они плотненько лежали друг к дружке третье вяжем полностью обвязываем вот эту ручку и так провязав на ручке 19 столбиков без накида вот таких вот вытянутых далее спускаемся здесь мы вяжем как обычно во вторую петельку провязывая два столбика без накида и далее по узору это наш седьмой ряд одной стороны провязывайте аналогично дойдя до ручки провяжите 19 столбиков без накида вот таких вот вытянутых как провязав 7 рядов оформить нашу ручку теперь еще провяжем последний восьмой ряд и сделаем отделочную строчку соединительными столбиками вот наш хвостик протягиваем его вот так вот с этой стороны и провязываем просто соединительные столбики вяжем соединительные столбики по всей ручки по всей ручки и по всему периметру сумки как закрывать этот ряд я еще покажу вводим вот так крючок захватываем шнур и протянули таким образом мы укрепим ручки и края самой сумки и так довязываем до конца наш восьмой ряд смотрите провязала вот эту петельку остается еще одна хвостик я уже у себя обрезала вытягиваем на шнур и делаем искусственную петельку последнюю то есть формирую такую же косичку все смотрите чтобы не было видно никаких переходов хвостик прячем далее по желанию я уже говорила мы вот здесь вот спрятали хвостик до пришиваем кнопочку так и присоединяем нашу цепочку покажу уже готовую сумочку моя сумочка готова я пришила кнопочку присоединила кольца и отдела акриловую цепочку цепочка может быть любая вот такая получилась малышка очень замечательная сумочка на лето то есть можно сочетать в принципе с любой одеждой так что касается размеров что касается размеров ширина у меня получается где-то 31 сантиметр длина этой сумочки так возьмем там где с ручками так 25 сантиметров длина до ручек 19 сантиметров вот такая получилась малышка в принципе можно вязать из остатков шнура либо просто заказать 4 разных цвета можно не 4 можно больше получается яркая красивая сумочка на лето и так если вам был полезен мой видео урок мой мастер-класс по вязанию вот такой вот сумочки ставьте пожалуйста ваши лайки подписывайтесь на мой канал всем пока пока